В обход всех запретов, как российские производители удобрений зарабатывают на украинских селянах и почему на серые схемы в Киеве, закрывают глаза подробнее в нашем следующем сюжете. На любую меру найдется контрмера. Пошлины, которые ввела Украина специально для российских удобрений, производители научились быстро обходить. Появились желающие подзаработать, всплыли серые схемы, да и с составом начали химичить. Основной показатель для любого продукта минеральных удобрений это содержание азота. В карбамиде, в карбамидоаммиачной смеси или в селитре он указывается вот так. За что цепляется российский производитель, когда поставляет нам аналогичные продукты с содержанием азота порядка 34%, но с микродобавками. Пошлины микродобавки не учли. Вынужденные меры касаются только основных продуктов. Ввели их еще в мае этого года в Минэкономразвитие для уменьшения импорта российской продукции и продовольственной безопасности в Украине. Но не помогло, уверены украинские химики и аграрии. Объемы поставок российских удобрений в этом году только выросли. А все потому, что у этих производителей, по информации наших источников, есть украинские лоббисты и партнеры. Это всеукраинский аграрный совет и один из нардепов. Доля российских минеральных добров на украинском рынке сагает практически 40% загального обсягу рынка. И вы только вдумайтесь. На третьем году войны находятся спритные делки, которые продолжают лоббиювать завезение российских минеральных добров. Вместо того, чтобы создать украинского национального производителя и усиливать его. Антидемьяновые пошлины обходят следующим образом. Добавляя в селитру серу, фосфор, кальций, получают продукт аналогичный аммиачной селитре, но не попадающий под пошлины. То же самое делают и из карбамидов. Добавляя немного серы, эти продукты не попадают под пошлину, а завозятся в миллионах тонн на Украину ежегодно. Основной поставщик удобрений в Украину российский Еврохим в нашу страну поставляет карбамид, а вот на российские заводы селитру для патронов. Недавно военная прокуратура Украины уличила предприятия этой компании в торговле с так называемыми ДНР и ЛНР. После этой истории ввоз продукции Еврохима в Украину запрещен, а отечественные производители начали в суде отстаивать свои интересы. На наш взгляд формула подсчета демпинговой пошлины была неправильная. При подсчете пошлины искусственно вычли из цены газа так называемую импортную пошлину, которая якобы взымалась Российской Федерацией при продаже газа в Украину. Мы просто-напросто пытаемся вернуть назад вот эти 30%, которые были, на наш взгляд, искусственно потеряны при подсчете пошлины. Однако Еврохим тоже начал судебную войну. С начала года подал сразу несколько исков, в том числе против Министерства экономразвития Украины. Пытается через служителей Фемиды отменить пошлины на селитру и пробить дорогу на украинский рынок удобрений. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.